Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Прицеп смотрите как у меня боком стоит Здесь просто яма и склон очень сильный большой сюда Короче Кто не рискует тот не пьет шампанского Смотрите продолжение в следующей серии. Ребята, сильно большой очень склон, побаиваюсь, я наверное все-таки перееду чуть-чуть поближе туда к бульдозеру, пусть он мне лучше сюда вывозит. Сейчас он мне еще тянет на жопу, чтобы придавило, чтобы я не буксовал. Я просто боюсь, сейчас он мне нагрузит прицеп под таким склоном, чтобы телегу не потащила. Если потащить по этому льду, быть беде. Склон большой, блин, страшновато просто, короче, чуть-чуть страшно очень. Тут, видите, снег, не дай бог, потащит. Сюда чуть-чуть приподнимемся, чтобы уж поувереннее здесь стоять. Вот. Все равно склон есть. Нормально, я думаю, сейчас так можно нагрузить. Что, еще раз поедешь? Не, 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 это пробная машина. Я, думаю, маленькая придет. Маленькая, да? Лучше. Да ни хера, не лучше, все равно телега туда уходит. Прицеп, прицеп сюда уходит в сторону. Ну, не так сильно, как здесь. Она вот здесь стояла. Сейчас нормально, в принципе. Опа. Насыпал мне чуть на палубу. Сейчас выйдем, почистим, уберем. Надо убрать будет здесь чуть-чуть. Ну, вроде что-то получается. У него вроде накидывает. Субтитры сделал DimaTorzok Глину, глину, ребята, таскают. Потяжелее глину возить зимой, блин. Она вообще, наверное, липнет, мерзнет. По-страшному. Запускает. О, запустился зверек. О, запустился зверек. О, запустился зверек. О, запустился зверек. Херайся, блядь. Прицеп у него провалился. Это что-то получилось. Меня нагрузили. Ну, как теперь отсюда выехать бы, чтобы никаких проблем не было. Сейчас мы чуть-чуть вперед протянем и будем пытаться выезжать каким-то образом отсюда. с богом. А, дорогой, так ты еще ехать не хочешь? Не, 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 братан, надо, надо выезжать. Какой-то, чтобы не стащило. Бачком, бачком, бачком. И все, и не едет. Все, ребят, наконец-то загрузился, выехал, поправился, залез там. Нормально все вроде. Блин, выехал, еле-еле, короче, побуксовало перед выездом. Не мог телегу вытянуть наверх. Ну, ничего, все, нормально справились. Теперь, друзья, что мы едем через Орешки на Новую Ригу, по Новой Риге и опять в Москву. Все, включаем. Все, в добрый путь. В добрый путь. Орешки, орешки. У меня, кстати, здесь, друзья, здесь живет в Орешках. Вот у него здесь дача где-то, где-то вон она, вижу, прям на дорогу сюда выходит. Ну, не дача, а дом, дом он здесь живет. Мы сюда летом приезжали покайфовать, отдыхать. Много раз заезжал к груженым сюда. Ну, теперь, знаете, друзья, когда я еще не работал на самосвалах, я к 10 приезжал, сидели там, кайфовали, отдыхали. Здесь всю ночь самосвалы летали. Всю ночь Тонары, день, ночь. Смотришь со стороны. Я думаю, вот бы мне ездить. Тоже хотел, ну, мечтал, когда работать на самосвале. Вот, как хочется мне тоже летать здесь, возить. И вот, знаете, какое-то время, спустя какое-то время, едешь и вспоминаешь эти мысли. Вот, когда ты об этом мечтал, что ты хочешь работать на самосвале, тут ездить. И это бабах, это все происходит просто со временем. Не так уж и давно, может быть, года сколько, год 3-4 назад это было. Вот, думаю, мне бы на Тонаре тут летать. Я уж тогда работал на одиночке. Я не помню, на КАМАЗе, наверное, тоже работал. Монтажка. Тут видно, ребятки здесь отстойничек нашли. Все, друзья, помчали мы. Встретимся в Москве. Как мне нравится этот мост, какой же он красивый. Ну вот, именно вот из-за этого прям вообще смотрится ну просто здорово. Красотища. А вот это вот все литые трубы, как тросы. Строительство этого моста, наверное, очень долго шло. Все, я уже, ребят, в Москве. Осталось до выгрузки совсем чуть-чуть. Друзья, я заметил, мне много стали вопросов задавать. Почему ты, говорит, москвичей не любишь? Почему ты, говорит, москвичей ненавидишь? А кто вам такое сказал? Я такого никогда не говорил, что я в Москву не люблю или москвичей. Я тогда никогда не говорил. Именно, именно единственный момент, я ненавижу и терпеть не могу, когда едут по обочине, когда вот дачники. Именно вот большинство, количество, большой поток идет москвичей летом. Они в пробках не хотят стоять, поэтому они объезжают, как они хотят. Поэтому они лезут по обочине. Им насрать, как им ехать. Они чувствуют себя просто, я не знаю, богами, наверное. Поэтому, ну, неважно, кто ты там, москвич ты или калужанин, брянский ты, тульский, я не знаю, волгоградский, самарский. Да неважно, какой ты и откуда ты. Просто, ну, нужно оставаться на дороге людьми и уважать друг друга. А не наебывают там, пытаться как-то объехать, блядь, или еще как-то. Именно из-за обочников я говорю, что, блядь, вот я терпеть не могу обочников, терпеть не могу, когда они лезут. Он никогда не говорил, что мне, как бы, Москва не нравится или москвичи не нравятся. Не-не-не. Москва красивый город, мне столица наша нравится. Ну, как, смотрите, какая красота. Правильно же он? Поэтому, Москва мне нравится, и здесь народ, именно коренные, коренные москвичи, именно родные, коренные москвичи. Они очень хорошие люди и добрые люди. Именно если они коренные, а не те уже, которые приехали туда, я не знаю, купили квартиру, сделали прописку и все. Да я москвич, там грудь долбит. Да какие же это москвичи? Вот такие вот большинство люди, вот они противные, которые приезжие. А вот если коренные люди, они очень хорошие. Я много встречал, очень много встречал москвичей. Ну, я в Москве прожил пять лет, работал пять лет здесь в Москве. И поэтому я очень много встречал хороших людей. И очень, я вам скажу даже, что если они родные, коренные москвичи, они очень доброжелательные и добрые люди. Поэтому москвичи, если не местные какие-то, понаехали и чувствуются москвичами. Вот они, да, вот они противные люди. Они просто, как вам сказать-то, думают, что они там москвичи, блатные, крутые. В кредит понаберут тачек дорогих. Потом ездят, выебываются. Да я там такой, да я сякой. Мне кажется, неважно какая-то машина, неважно откуда-то, на дороге должны оставаться все людьми. Абсолютно все. Дорога это, она для всех. Поэтому в пятерочке же ни хера никто не лезет, блять, без очереди. Или в Ашане, да. Все же люди собираются и стоят в очереди. Потому что там по харе получить прям на раз-два. А здесь он по-быстрому пролетел. Он знает, что он не остановится. Никто его не тронет. И летит. И даже если там начинает ему обочину держать, он встанет в полосу, там через речку как-то объедет. Все равно он как-то там, блядь, как змею, как бы схитрит. Мне кажется, что неважно в каком ты городе жил. Живешь, переехал ты с деревни в город или с города в деревню. Всегда ты должен остаться человеком. Так, ребята, ну все, я постоял, дождался своего заезда. Там машина была, места мало. Машина разгрузилась, выехала. Говорит, может заезжать. Как раз на хладные заполнил, все вроде сделал. Можно заезжать, разгружать сейчас. Вот она, стройка, стройка, стройка. Блин, машин поставили. Все, заехали. Вроде заехали. Блин, ребята, здесь, короче, киш-миш. Грязь под намесили чуть, да? Расставил, плюсовая температура. Разгружаться есть, куда есть. Опа-па. Сейчас на весы. Потом задним ходом. И вот, где погрузчик стоит, вот сюда выгружаться у меня. Все. Идем завершиваться. Ребят, хочу вам советовать очень интересный канал. Бесплатная реклама своего же канала. Большой груз 40. Ха-ха. Бесплатный маленький пиарчик. Друзья, как здесь тесно. Еще и болото небольшое. Друзья, короче, с горя пополам я там развернулся, куда МАЗ поехал. Тяжко-тяжко, короче, когда очень все тесно. Короче, кое-как я там развернулся. Поехал сюда вперед, но потом задом сдал. Вываливаем, подымаем. Тяжело разъехаться машин. Плотный такой поток. С горя пополам, короче, разгрузились. Не стал там снимать. Там начальство очень много было. Все быстрее, быстрее. Машина пробная. И как бы все быстро, 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 быстро. И поэтому разгрузился, слава богу. Вроде все нормально. Все, теперь, друзья, катим мы в сторону хата. До дома до хата. Ну, едем, короче, к себе туда, в Кондрово. Так, что тут у нас с грузовым прямо? Хорошенько. Блин, поражаюсь над людьми. Вот на этом велосипеде встал на полосе. Здесь налево та полоса прямо. Тут такие же вот двое встали. И поебать, вот он стоит, сигналит еще, блядь. Я в вайкеру. Как хотят, так и ездят, короче, люди. У них свои, короче, здесь правила. Не важно, что там людям надо прямо ехать. Он встал и поворачивается налево. Вот на рот, а. Бывает. Друзья, как вы думаете, что меня ожидает? Да-да-да. Ну, как стоит. Как раз мне вот в сторону дома, Панкаду ехать. А там все стоит. Придется попихаться чуть-чуть, потолкаться, потесниться. Поехо, смотрите, какая прикольная, зелененькая. А? Зачет, да? Ничего так аппарат смотрится. Ну что, ребятки, добрался до базы. Время на 7. На базе ни одного самосвала еще нет. Я первый приехал. Ребята разгружают сейчас. Тоже все пролетят. Все, все самосвальчики прилетят. Ну что, паркуемся, сейчас пишем отчет, сдаем документы. И домой. На сегодня все. Бай-бай. Все, тушим. Все, друзья. Что ты, пес, так на меня смотришь? Еще хочешь ехать? Типа и все, что ли? И больше не поедем. Да, больше не поедем. Короче, у него это, голова сломалась. Видите, тут какой болт хороший. Тут, короче, куда вешается, колечко перетерлось. Не знаю, что туда придумать. Жалко выкидывать. Как-то она у меня прям прижилась эта собака здесь. Над колечко кого-нибудь придумать. Либо можно как-то пару колечек сделать как-то из проволоки. Прошить с этой стороны аккуратненько. Как-то замотать, чтобы не видно это было. Не знаю, что-нибудь придумаем. С этим делом что-нибудь придумаем. Все, друзья. На сегодня мы отработали. Спасибо.